Добрый день, уважаемые телезрители! Я рад вас приветствовать на телеканале ГИС. С вами программа «Дачная ежи» и я, Владимир Стикачев. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, с которой встречаются часто наши дачники, о фитофторе. Часто это заболевание встречается у нас на томате. Так как томат предрасположен к этим грибным заболеваниям. Когда же эта болезнь наступает? Она наступает именно сейчас, в июле месяце, когда разница дневных и ночных температур слишком велика. Но существует много способов для того, чтобы предотвратить это заболевание. Но если уже это заболевание нас настигло, нам нужно применять некоторые меры. Профилактические меры тоже очень важны. И об этом нужно было позаботиться раньше. Сначала мы должны были обратить внимание на семена, которые мы покупали. Если свою рассаду высаживали, на пакете к семенах обязательно указано. Предрасположены ли томаты к тем или иным заболеваниям. Сегодня мы с вами проведем ряд профилактических мероприятий. Удалим нижние листья, через которые поступают данные грибные болезни к нашему растению. И поражает его полностью не только стебель, но и сами плоды и листья. Если вы хотите обнаружить это заболевание легко, вы увидите бурые пятна и на плодах, и на стебле. Существует много способов. Существуют и химические препараты для того, чтобы обезопасить наше растение от этого заболевания. Но когда у нас растение уже дало плоды, вы видите, что у нас уже завязались помидоры, есть плоды, использовать химические препараты очень вредно. Вредно прежде всего для своего организма. Нужно использовать биологические препараты. О них немного позже. А сейчас я хочу показать вам на моих томатах, как нужно удалять нижние листья и для чего их нужно удалять. Для того, чтобы это грибное заболевание не проникло в наше растение. Конечно, полностью избавиться от этого заболевания, если уже растение заболело, мы не сможем. Но спасти наш урожай нам все-таки удастся. Вот на примере одного из томатов я покажу вам, как нужно удалять эти листья, чтобы обезопасить наши плоды. Вот сейчас на этом томате мы обрежем нижние листья, чтобы предотвратить все грибные заболевания. Для того, чтобы эти листья не соприкасались с землей. Обращаю ваше внимание на этот куст. Некоторые из листьев уже обрезаны. Вот посмотрите, две недели назад я уже произвел обрезку нижних листьев. Ну и остались некоторые из них, которые мы можем тоже безболезненно сегодня убрать. Если мы обрезаем несколько томатов, для этого нам нужно после каждой обрезки дезинфицировать наши ножницы. Для того, чтобы не заразить здорового растения, если вдруг нам попалось какое-то больное растение. Каким образом мы его обеззараживаем? Для этого нам нужно приготовить баночку с слабым раствором марганцовки. Но мне сегодня этот препарат не понадобится, так как я для вас на примере одного растения буду обрезать только один куст. Вот посмотрите, есть еще несколько листочков, которые мы можем отрезать безболезненно. На них расходуются лишние питательные вещества. Нам это не нужно. Нам сейчас главное, чтобы созревали наши томаты здоровые и крупные. Вот я отрезаю часть этих листочков, удаляю их, удаляю вот пасынок. И обязательно нам эти теперь остатки, которые мы срезали, необходимо удалить с участка. Если мы оставим это все на земле, мы тем самым спровоцируем наоборот заболевание, грибное заболевание нашей культуры. Необходимо это все сжечь. Вот таким образом мы избавляемся от лишних листьев на нашем томате. Сейчас мы с вами приготовим раствор для того, чтобы обработать им наши томаты. Я рекомендую использовать только биологические средства. Сегодня в магазинах вам предложат и биологические, и химические средства. Но именно в этот момент, когда у нас созревают плоды, использовать химические средства крайне запрещено. Вся эта химия потом попадет опять к нам в организм. Я использую из биологических средств аллерин и гомоир. Эти растения, прошу прощения, эти препараты смешиваются вместе. Они недороги. И мы сейчас их используем. Если у вас нет этих средств или вы не сможете их купить, вы можете использовать подручные средства, которые у вас есть в аптечке. На ведро воды вы добавляете флакон йода, немного перманганата калия, или по-другому, как ее называют, марганцовку, и литр молока. Весь этот раствор должен быть комнатной температуры. И это самое примитивное средство, самый примитивный раствор, которым вы можете обработать наши томаты. Ну вот сейчас таблетки аллерина и гомоира я запускаю. В бочок 5 таблеток аллерина и 5 таблеток гомоира на 5 литров воды. Должна быть комнатная температура, вода. Тщательно нужно перемешать этот раствор. Закачать воздух. И потом под давлением этим раствором мы обработаем не только растения наши и плоды, ну и землю возле наших томатов. Ну вот теперь, когда мы приготовили раствор, мы можем отправляться уже опрыскивать наши культуры. С данным раствором мы обрабатываем наши помидоры. Начинаем с земли, с приствольного круга, по плодам и по стеблю, по листьям растения. Того раствора, которого мы приготовили, нам хватит на 10 квадратных метров. Поэтому не жалеем раствор и тщательно-тщательно опрыскиваем. Лучше всего обрабатывать этим раствором в утренние часы. Это нужно делать до обеда. Томаты и землю вокруг томатов. Вот видите, полминуты я трачу на каждый куст. И переходим к следующему кусту. После того, как мы обработаем все растения, мы можем рассчитывать, что буруя гниль, фитофтора отступит от наших растений, от наших томатов. Или если она, слава богу, не подошла, то она к нам уже не придет. Если все-таки у нас уже есть поражение этим грибным заболеванием, то одного раза обработки будет недостаточно. Через 8-10 дней данную процедуру придется повторить. Ну вот, первую часть мы уже с вами обработали. И можем надеяться, что на наши томаты грибное заболевание фитофтора уже не придет. Ну, на этом я прощаюсь с вами до следующей передачи. Удачи! До встречи на даче!